В Москве рядом со знаменитой Останкинской башней появились не менее знаменитые Эйфелева и Шанхайская. Это стало возможным благодаря компьютерным технологиям. В российской столице открылся 4-й международный фестиваль «Круг света». Светодизайнеры и специалисты в области 2D и 3D графики из 26 стран мира используют архитектурное пространство Москвы как объект для мультимедийных и световых инсталляций. Благодаря свету ночью преображаются здания ВДНХ, Большого театра и музея-заповедника Царицына. А вот Красная площадь превращается в светящийся куб. Но открытием этого фестиваля стала Останкинская башня. Тема нынешнего фестиваля «За час вокруг света». И зритель действительно совершает настоящее кругосветное путешествие от Китая до Франции через Австралию и США. Ведь за час 540-метровая вышка перевоплощается в архитектурные символы самых разных стран. На открытие светового шоу многие москвичи приехали специально. Ожидается, что феерическое мероприятие посетят 6 миллионов человек. Это было просто нереальное шоу, но безумно понравилось. Я думала, что я заплачу. В Москве еще ни разу такого не было. Безумно яркие цвета. Нереально красивая инсталляция. Замечательный фейерверк. Мне кажется, фейерверка такого не было никогда в Москве.